Жалобы, как обычно, самые разные. Вот Виталий Шамаев беспокоится за себя и своих соседей с 32-го дома по улице Станка. Работы по капитальному ремонту начались там в 2006 году и уже завершились. Вот только нельзя сказать, что благополучно. Недоделки остались и внутри, и снаружи. Дом буквально рушится на глазах. Из складки на фасаде зданий выпадают кирпичи. Пол первого ночи, как рухнул, я думал, снесет и газовую эту трубу, у нас там труба идет газовая по фасаду. Думал, ее снесет. Прихожу сюда и что? Пришел в Костромскую, она мне, знаете, куда послала? В МЧС. Идите в ГОУЧС. Я думал, она меня матом куда-нибудь послала. Александр Кузьмичев отправил своего подчиненного, начальника управления ЖКХ Сергея Смагина, разобраться в ситуации на месте. Прямо с приема чиновник поехал к заявителю домой. А вот просьба другого ивановца требует более длительного рассмотрения. Сергей Горохов попросил у главы администрации земельный участок для организации автостоянки на Кохомском шоссе. Там могли бы расположить свои авто и сами жители, и гости города. Для реализации идеи заявителю нужен участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Словом, каждому желающему строить парковки не разрешат. Кроме того, город планирует переходить на многоуровневые паркинги. Будущее, еще раз повторяю, за паркингами, чтобы это однозначно, да, и то, что в общем-то соответствует современным требованиям. Вот то, что было раньше, к этому возврату не будет. Тем не менее, в просьбе Сергею Горохову пока не отказали. Весной на место выйдет специальная комиссия, куда войдут и экологи. Уже по результатам и примут решение, быть парковки или нет. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.